Для студентов Оренбургского госуниверситета выборы в законодательное собрание области состоялись уже 17 февраля. Правда пока в формате игры предварительные выборы. В них приняли участие около 4000 студентов 11 факультетов университета. Основных целей на самом деле две. Первая это приучить все-таки наших студентов к тому, что они должны быть ответственны перед своей страной, что они должны ходить на выборы. Это их основная обязанность как гражданина Российской Федерации. Вторая посмотреть насколько молодежь активна и на самом деле какие партии у них пользуются большим авторитетом. Организаторы игры постарались максимально приблизить условия голосования к реальным. Право выбирать только при наличии документа. Импровизированные избирательные участки расположились в пяти корпусах университета. На каждом из них во главе с председателем работали молодежные участковые избирательные комиссии. В их составе представители студенческого актива ОГУ, прошедшее обучение у специалистов. Они отвечали за соблюдение процедуры голосования, подробно объясняли правила регистрации и оформления бюллетеней, а также осуществляли подсчет голосов. Когда мы проходили школу обучения, нам сказали, что из 400 тысяч человек, молодежи, которые находятся в Оренбургской области, голосует только 4%. 4%. 4% не могут изменить ничего. Наша игра как раз таки направлена на то, чтобы хотя бы повысить явку, постепенно повышать ее хотя бы до 50%. Тогда действительно мы уже чего-то сможем добиться. И сегодня на лицах некоторых ребят мы понимаем, что они действительно придут, и что они заинтересовались, что они придут домой и прочитают, что же эта партия хочет до нас донести. Мнения студентов подтвердили необходимость этой игры. Я не была знакома с кандидатами, и сегодня растерялась, когда нужно было поставить галочку. Ну, теперь я узнаю все, что связано с выборами 13 марта, чтобы прийти и отдать свой голос уже осознанно. Немало и тех, кто, как и Кристина Советова, осознает, насколько важны предстоящие выборы. Я участвовала в выборах 10 октября и собираюсь принять участие в выборах также 13 марта, потому что это мой гражданский долг. Я считаю, что люди должны обязательно участвовать в выборах, потому что от нашего решения зависит то, кто будет руководить, в каких условиях мы будем жить. И даже можно сказать, что будет решаться наша судьба. Среди участников игры и те, кто к реальной политике имеет прямое отношение. Игорь Попов на выборах 10 октября был в роли наблюдателя от депутата самого движенца. Говорю с полной ответственностью, что выборы проходят при соблюдении всех норм, правил. И поэтому та ситуация, которая сегодня происходит здесь, она тоже отражает будущее, как раз эти сами выборы. По итогам игры многие молодые люди поняли, их голоса могут значительно повлиять на результаты. Не стоит отказываться от права своего политического выбора.